Незнание Незнание Продолев ужас, решились затем найти Ко гробу Господню Подвиг жен Мироносица является образцом Для каждой женщины Самые верные ученицы, которые служили Господу Своим имением, как сказано В Евангелии Служили своей любовью Своими молитвами Своей заботой Облегчали трудный путь Нашего спасителя земной Поэтому этот образ, этот пример Конечно же, он должен быть в сердце каждой женщины Само событие, которое мы вспоминаем Сегодня, на первый взгляд, обыкновенное Иисуса распяли накануне субботы Праздника Иудейской Пасхи И погребение его проходило спешно Никодим и Иосиф Аримафейский Тайные ученики Спасителя Положили Христа в погребальную пещеру Без омовения и бальзамирования Не успев совершить погребальный обряд Над умершим Спасителем Мироносицы поспешили ко гробу Помазать тело Иисуса С собой они несли мира Дорогое пахучее масло Сегодня в Иерусалиме немые свидетели Тех событий хранят евангельские тайны Камень мира помазания благоухает до сих пор Многим нравится верить, что благоухает он Со времен Христа, но на самом деле По благочестивой традиции Его продолжают трепетно умащивать Именно здесь жены Мироносицы Могли оплакать Христа перед погребением Могли ли в те минуты ученицы Господа Верить в то, что снова увидят его живым Ведь, как и для остальных учеников Арест, распятие и гибель Иисуса Были для Мироносиц страшным финалом Утратой надежды и все же, безусловная любовь Заставила учениц бежать к месту погребения Христа Когда они приблизились к пещере То увидели, что камень, заслонявший вход Отвален Когда вошли, у гроба их встретил ангел Возвестивший, что тот, кого ищут Воскрес и ждет их в Галилее Получив благую весть, жены бросились Обратно в город к апостолам Рассказать о чуде На обратном пути они увидели воскресшего Христа Потом Господь явился остальным Апостолам и ученикам, но первыми радостную весть О воскресении Спасителя узнали именно мироносицы Не убоявшиеся ни преследования Ни грубости римской охраны Бесстрашие ученицам даровала та самая любовь Которой их учил Господь Любовь, которая не ведает преград И не знает даже смерти Господь первым открывается женщинам Но в иудейском обществе это была не норма Женщина не имела прав Мнение женщины вообще никто не учитывал И для, конечно, того общества Наверное, надо было бы открыть сначала первосвящение Конечно, здесь есть не только божественная мудрость Здесь есть и человеческая хитрость Мы понимаем, что весть быстрее разнесут женщины Причем мироносица здесь двоякое значение имеет Они ко Христу несли мир и благовоние А от Христа несли мир Нам мало известно о женах-мироносицах Одна из них была спасена Христом от вечной погибели Избавлена от одержимости бесами Другие следовали за ним Мать Иакова и Иоанна Слушая, принимали его учения Становясь новыми людьми Учась единственной Христовой заповеди о любви Которую они не знали прежде Часто, приходя на новое место Христос и его ученики получали приют и питание В домах благочестивых иудеев Сестры Лазаря, Марфа и Мария Не раз принимали Иисуса в своем доме Неподалеку от Иерусалима Именно здесь Христос останавливался в последний раз Перед тем, как войти в Иерусалим На свою крестную смерть Богородица Мария Магдалина Марфа и Мария, сестры Лазаря Иоанна, Мария Клеопова Мария Иаковлева, Сусанна Чудом собственной веры Они стали женами-благовестницами Раньше любого в мире они узнали о воскресении А узнав, стали первыми проповедницами Апостолами среди апостолов По вопросам задавалось Почему Господь не явился своей матери причистой Ну, по крайней мере, об этом не сказано так явно Ну, я на этот вопрос нашла ответ Оказывается, для Божьей Матери Не нужно было удостоверения в том, что Он воскреснет Она многое знала от Его рождения И в течение Его жизни чудеса происходили И ей не нужно было такое уверение в том, что Он Господь В том, что произойдет воскресение Как тем, кто был рядом с Ним Мария, сидя у ног Спасителя, внимала всем существом Своим учению о жизни вечной В дни проповеди Христа Именно Иоанна брала на себя Львиную долю расходов апостольской общины Заботясь о пропитании И всем необходимом для Господа и его учеников Мария Магдалина помазывала драгоценным миром Ноги Христа и утирала их своими волосами И плакала на пути к Голгофе А потом бежала на рассвете дня Воскресения ко гробу замученного Иисуса Путь мироносец не был ни загадочен, ни сложен Эти разные женщины помогали во всем Любимому учителю, заботились о его нуждах Облегчали его крестный путь Сострадали всем его испытаниям и мукам Почему? Ответ на все – любовь Господь творит женщину как помощницу во спасение Спасение, мы очень часто заблуждаемся Что это и очень сложный такой элемент И очень простой элемент Плохо быть человеку Одному год в Священном Писании Если он упадет Кто его поддерживает Это относится как к мужчине, так и к женщине На самом деле у женщин Такое, как я слышала из проповеди Более открытое сердце Более доверчивые женщины Они легче воспринимают Благую весть И, наверное, пока что поэтому Женщин больше в храмах Так что тоже, конечно Хотелось бы видеть побольше мужчин И молодых людей Чтобы уравновесить как-то Наше количество Очень важный момент Вот немножко ты затронул Что по поводу веры Ведь вера – это тот дар, который не проверяется А который воспринимается И женское сердце – оно более восприимчивое И более чувствительное Именно к таким вещам А мужчина пытается постичь с помощью разума Ответы на сложные вопросы найти Или в доверии к женщине К мудрой женщине Так что это все-таки возможно Возможно Я многое, что принимаю тебя на веру Просто ты сказал Я в гугл не лезу Не проверяю Хотя мы отмечаем особо святость Жен Мироносец Но нет святости отдельно женской И отдельно мужской Есть торжество любви к ближнему Есть сила сердца В наше время истинные продолжатели Праведных дел Мироносец Это все до единой сестры милосердия Это верные жены и заботливые матери Благодарные дети и учителя Свечницы в храмах Все чистые сердцем неравнодушные женщины Примеры благих деяний во все века перед глазами Важно желать их увидеть Во всей России храмов, возведенных в честь святых Жен Мироносец, очень мало Хватит пальцев рук, чтобы сосчитать их Но здесь, в Марьино, в 2014 году Был возведен первый в Москве храм Во имя святых учениц Христа В скором времени на месте этого красивого деревянного храма Временного Будет возведен каменный Мы сейчас проектируем постоянный храм В честь святых Жен Мироносец Это большой каменный храм На 500 человек Со стелобатной частью Где предполагается Создание центра социальной помощи Женщинам, попавшим в кризисную ситуацию Многие века к ряду у нас есть подлинный международный женский день Праздник добрый, светлый Связанный с самым главным событием в истории человека Воскресением Христовым Неделя святых Жен Мироносец События, озарившие историю 2000 лет назад Показали людям, что любовь крепче страха и смерти Крепче угроз и ужаса перед опасностью Именно гармония между двумя этими мужчинами и женщинами Своих качеств одного и качеств другой Необходима для того, чтобы в полной мере понять красоту человека И все, что имеет женщина и что подчас не дано мужчине Мы как раз в этот день вспоминаем И поздравляя женщин Наполняем этот праздник радостью И думаю, что у этого праздника большой потенциал и будущее Сегодняшний день, день святых Жен Мироносец Мне хочется поздравить всех женщин Которые несут вот такой невидимый подвиг Служения и церкви, и служения ближним В разных таких формах И, конечно же, пожелать им, прежде всего, помощи Божией Чтобы они никогда не унывали Хочется, чтобы вот такое внутреннее духовное утешение Благодать Божия посетила всех женщин Которые не только носят имена святых Жен Мироносец Но и всех тех, кто трудится во благо спасения своей души Во благо своей семьи Тихий и одновременно великий подвиг Жен Мироносец доказал, что там, где рассудок бессилен Любовь преодолеет все В течение всей истории мира, языческого и христианского Любовь побеждает Любовь крепка, как смерть Но она может сразиться со смертью И победить Екатерина Аркалова, Игорь Переплетов, Дмитрий Борисов Телеканал «Спас» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова